Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал «Здорово с нами», где мы знакомим вас с разными оздоровительными практиками и, в основном, как можно самому лечиться дома. И сейчас у нас идет серия коротких роликов о том, как я занимаюсь и что бы я вам рекомендовала делать. Я, например, очень не люблю физкультуру, никогда не занималась, не ходила ни какие-то фитнес-клубы, хотя я покупала периодически абонементы, но не делала этого ничего, потому что, во-первых, всегда была стройная, потом как-то у меня на это не было сил и не было времени. Ну, это, как говорит мой сын, «Мам, это твои отмазки». Но сейчас, мне 55 лет, и я смотрю на свою фигуру и понимаю, что она мне не очень нравится, и я бы хотела, чтобы она была у меня получше. Я понимаю, что, как многие скажут, «Посмотри, у тебя нет живота, у тебя есть попа, у тебя все есть». Но дело не в этом, дело там не в том, что у меня нет, а в том, что я вижу, что кожа становится дряблой, не эластичной. То есть я привыкла всегда хорошо себя чувствовать при этом, не обязательно там эстетически, да, можно прикрыться одеждой, все это спрятать, и как бы кажется, ну, кому какое дело, да. Но это я всегда все делала для себя, то есть для своего здоровья прежде всего. И вот сейчас я уже занималась за два дня, сегодня третий день, вот я хочу поделать комплекс. И сейчас я сначала сама для себя без записи сделаю разминку и сделаю упражнение для ног. И потом мы запишем, как сделаю я упражнение с гантелями, потому что я делала раньше, и сколько я просила своего мужа, говорила, ну, подскажи, потому что я, ну, не работала никогда с гантелями, я даже не знаю, что с ними делать. Хорошо, вот в апреле мы были на карантине, со мной здесь был сын, и он мне подсказал, как правильно нагружать мышцу, как поднимать гантелю, как при этом дышать, что надо делать. И оказалось, что все не так сложно, и тем более, что у меня вот такие вот небольшие двухкилограммовые гантели, и я буду с ними заниматься, да. Можно брать меньше гантели, можно и полкилограмма, и килограмм, но вот я двухкилограммовыми легко занимаюсь. Вот эти вот все упражнения, правда, у меня побаливают. И вот когда я занималась эти два дня, у меня вчера вот здесь и вот здесь очень сильно болит, то есть пошли эти. Хорошо бы, конечно, в баню сходить, если бы на море поплавать в море, посидеть в бочке, но я вчера ездила на диагностику, у меня были вчера рабочие деньги, я не успела. Сегодня я хочу сходить не на речку, потому что у нас 16 градусов сейчас, а сегодня 18 июля, так холодно. Я вот сплю с обогревателем и прогреваю дом, потому что холодно очень. Вот. И что я еще хочу сказать дополнительно. Вот я развела себе вот такой большой стакан. Я развела здесь чайную ложку серы и пол чайной ложки аскорбиновой кислоты. И буду вот это вот пить. Это у меня напиток как раз для физкультуры. Это не за занятие, но вот в час 11 до 2 часов я вот это выпью. Это мой напиток такой оздоровительный. Ну что, продолжим. Вот я закончила комплекс для ног. И теперь делаем упражнение лежа. Нужен коврик. Ложитесь. Ложитесь удобно, не травмируйтесь. Ложитесь на один бок. Нога. Вот я бегла на правый бок. Правая нога согнутая, левая нога вытянута. Немножечко можно так привлечь, можно вот так, чтобы было удобно. И начинаем дышать. Вдыхать, выдыхать. И поднимать ногу. Не сильно высоко так. Двадцать раз. Двадцать раз. Теперь переворачиваясь. Ну, может, это переворачиваясь, так как я. Переворачиваясь. На другой бок. Поберли эту ногу с вашей клей. Согнули, другую вытянута. И поехали. Один. Давай. Так. Вот двадцать раз. Теперь поворачиваемся аккуратненько на колюбки. Нога одна зафиксирована. Пальчики вот так положили. И так, как вам удобно. Спину немножечко прогнули. Поясницы. Ногу подняли. И поднимаем двадцать раз. Двадцать раз. Двадцать раз. Остану ногу. Немножечко вот так потянемся. И сейчас мы сделаем кошечку. Кошечка. Значит, сначала вот так прогибаем. На выдохе. Потом вдыхаем. Здесь важно, когда вы прогибаетесь внутрь, вы должны подбородком задевать свою грудину. Вот так. Двадцать раз. И здесь теперь есть вот такое упражнение для ягодиц. Стул надо прикрепить к стене, чтобы он не ходил ходуном. Лечь поближе к стулу. Вот так, да? Ногу положили. Зафиксировали. Вот так она у меня даже к стенке прижмется. На него чуть-чуть отодвинули теперь поудобнее. Кладем вот эту ногу сюда. Руки вдоль тела. И начинаем поднимать. Три подхода по десять раз. Поехали. Сначала делайте десять. Потом можно делать и пятнадцать, и двадцать, и тридцать сразу. Но сначала делаем вот так, да? Вторая нога. Вторая нога. Так, все, отдохнули. Ноги к себе прижмите. Потяните. Ой, я вся мокрая. Я начала уже потеть на разминке. Второй подход. Нога здесь. И поехали. Три. Ой, пол скрипит. Я делаю это первый раз. Этот комплекс. Вы задали это время. И у меня я знаю, что буду сбавить завтра. Или послезавтра ягодицы. Ох, третий подход. Три. Три. Четыре. Три. 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 Не травмировать ни позвоночник, ни колен. Так, от стены я покажу потом, сейчас я покажу от пола. Коленки, колени зафиксировать, руки здесь вот, до груди немножечко, на коленочках и начинаем подниматься, опускаться 10 раз. 7, 8, мне так тяжело, если не можете 10, можете 3, делайте их хотя бы 3 раза, потому что тяжеловато. Я никогда не занималась спортом, для меня это. Сейчас все мокрое. Второй подход. Поехали! Я молодец! Очень тяжело делать для человека, не занимающегося спортом никогда, но я смогу! Останавливаем дыхание, потом попьем водички. У меня остался третий подход. Главное, у вас должно быть ровно такое делать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, десять, десять. Тяжело, тяжело, тяжело. Сейчас начнем гантели. Стук гантели. И вот здесь очень важно, когда мы будем делать гантели, правильно фиксировать плечо и правильно его тянуть. То есть вот я встала, зафиксировала спину, чтобы ее расслабить, чтобы она не напрягалась у меня, да? На эту руку оперлась. Взяла гантели вот такого веса, какой вам подходит. И вы начинаете. Первое, что вы делаете, сначала идет оно у вас внизу, да? Теперь вы сгибаете, вот. Видите, угол. И пошло. И пошло, поехало. То есть вы должны чувствовать, что при этом у вас вот здесь, вот, если вы будете двигать, вот эта мышца, вы прям должны ее ощущать, как она у вас вот так вот, мышцы, где ключицы, сдвигаются друг другу. Начинаем. То есть три подхода по десять. Нога зафиксирована, спина прогнута, рука опущена и поехали. Раз, два, три. Не просто вот так, да, как попало, а вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, девять, десять. Поменяли руку. Раз, два, три, четыре, шесть. Десять. Это вот было у нас так. Теперь ноги. Чуть-чуть колени расслабили. Руки взяли две гантели и начинаем тянуть это груди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Так, и вот теперь третье. Это значит садитесь. Ноги так оставили, зафиксировали, да. Опускаете грудь на колено. Вот так. Грудь у вас на колене, грудная клетка. Взяли гантели и поднимаем их вот так. Раз, два, три. Девять, десять. Вроде не тяжело, но жарко, учитывая, что у нас на улице плюс шестнадцать градусов. Немножечко отдыхаем. Останавливаем дыхание. И поехали. Опять. Так, нога зафиксирована. Рука, плечо, спина прогнута. Рука опущена. И поехали. Раз, два, три. Десять. Оп. Через все вот так. И с этой стороны. То есть то же самое. Рука, спина, гантели. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, эту руку тяжелее. Левая рука. Левая рука слабее. Так, ноги. Плечи, ножки чуть-чуть пригнули. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И садимся. В одну клетку грудь опускаем на колени. И поехали. Раз, два, три. Раз, два, три, пять. Ох, ох, левая рука слабее, левой рукой сложнее. так теперь значит третий подход мои руки так спина рука зафиксировали руку опустили и поехали здесь другая сторона последний третий подход здесь я чувствую какой-то хруст плечи так раз два я молодец я сделала это сейчас будут гантели лёжа я должна подготовить поверхность я не делаю на коврике я делаю это у меня есть такой стул банкетка спортивная я это буду делать на ней оп вот такая вот если у вас такого нет не переживайте можно подложить какую-то подушку чтобы было удобно что здесь самое главное самое главное здесь у вас вы должны расслабить спину так не задевать отодвинуть надо немножечко чтобы я не задевала размах руками так и вот первое упражнение мы начинаем в стороны как бабочка да десять раз три подхода теперь здесь вы вдыхаете выдыхаете на выдохе где тяжело там вы выдыхаете да теперь вот так вот делаем упражнение сюда сюда согнули развернули согнули развернули так начали раз раз так вот десять да и теперь за голову по-хорошему здесь вы можете вот так пережать ну чтобы у тебя у вас руки были удобно сжаты как-нибудь да чтобы ну одна развернули и поехали здесь самое главное далеко не отмахивайте поставьте себе какое-то ограничение вот например на уровне вот груди и дальше вот сюда не делайте размах только назад и вот сюда обратно да и раз можно одну взять для начала вот так да и поехали тоже саду попробуем в данном случае у меня правое левое плечо хрустит какой-то дискомфорт. Потихонечку я разомну, потом здесь нанесу себе виватон, что-нибудь согревающее. То есть плечо показало, хотя оно меня не беспокоит, но, видимо, какая-то проблема есть. И она потом может выйти. Чтобы этого не было, надо быть на чеку. Поехали. И на сюда, да? Раз. И здесь. Ох, десять. Ох. Ох. Я делаю сегодня это первый раз. Я давно это не делала. Два месяца. Больше. Да, смотри, я делаю. Мои три месяца почти. Последний, третий. Заход. Поехали. Продолжение следует. Поехали. И последний. И последний. Ура! Ох, я сделала это. Какая я мальчик. Теперь, самое главное, правильно подняться. Как говорит наш Вениамин, Вениаминыч, поднимайтесь правильно. Я даже за это подруга. Вы говорите, ставите на коленки. И вот так. Как старушка, что ли. Зато не травмируются колени. Завтра я добавлю новый комплекс. Это для пресса. Сегодня я уже не в состоянии. Я потихонечку это себе добавляю. То есть не перегружаю себя. Будьте здоровы с нами. Спасибо вам большое. Спасибо.